Карвалол, валидол, андипал, диазолин, энтерол, копеечные ацикловиры, даже морганцовка. В списке препаратов, которые исчезли или заканчиваются в казахстанских аптеках, порядка 40 популярных у казахстанцев наименований. Сложнее всего обстоит ситуация в небольших городах и регионах. Аптекари, говорят, особенно страдают пожилые люди. Ведь большинство этих препаратов для них как палочка-выручалочка в моменты, когда становится плохо с сердцем или скачет давление. Аналоги есть, но они дороже. Специалисты говорят, сначала на поставки по влияла геополитическая ситуация в соседних странах. Тогда лекарства перестали привозить. Сейчас же препараты большими партиями вывозят за рубеж. В основном в Россию, на которую наложены санкции. И компании уходят с рынка. Реже в Кыргызстан. От этого страдают наши потребители. Я в аптеку не зашел, но все-таки их нет. Карлового нет. Нам больницы дают бесплатно. Остальные я иногда подкупаю. Но самая главная проблема, говорит руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана Талгат Омаров, зависимость от импорта. По его словам, в Казахстане не производится даже обычный физраствор. Заводов по выпуску лекарственных препаратов немного. Возможно, из-за того, что работать в этой сфере тяжело. Причем построить завод для предпринимателя, пожалуй, самое легкое. Зависят от импорта даже оптовые компании, которые закупают лекарственные средства у иностранных производителей. Они также должны получить разрешение у Министерства здравоохранения той страны, где приобретают препараты. А те могут его и не дать. Именно поэтому важно развивать отечественную фармацевтическую промышленность.